Приветствую вас! Давайте, давайте я сейчас просто выскажусь по общему впечатлению от вашего текста. Вот. Наверное, не буду зачитывать ваш текст и не буду, наверное, его подробно анализировать. Потому что у вас, в принципе, всё об одном идёт, по сути. То есть, всё у вас связано как бы с одними теми. Вот. Ну, некоторые моменты я всё-таки хотел бы пояснить. Может быть, в процессе ответа я всё-таки пройдусь всё-таки по тексту, но посмотрим, как будет идти ответ. Значит, первое, что я увидел в вашем тексте, это какие-то, знаете, абсолютно какие-то потрясающие ожидания вообще у своего ребёнка. А то, что зачем-то вы его заставляете, там, учиться хорошо. Почему-то вы от него ждёте, там, какой-то обратной связи с ребёнком младшим. Вот. То есть, у меня, по сути, сложилось такое впечатление, что у вас была просто гора ожиданий к старшему сыну. Вот. Вот. Откуда эти ожидания, мне, честно говоря, не понять. Вот. А, понимаете, инициатива, инициатива завести второго ребёнка, да, она ваша. От этой инициатива не старшего сына. Старшего сына он не хотел брата. Как вот, не парадоксально, да, но он не хотел брата, и он не хочет его, и он, я уверен, не может его хотеть. Вот. Понятно. Понятно. Поэтому, вот здесь, ну, вы извините, конечно, но, ваши ожидания, они, как-то вот чересчур очень, ну, как-то чересчур очень они напоминают то, что вы сами, возможно, хотите. То, что вам, эээ, самим вместе, ну, вместе, вот, с эээ, мужем, нужно. Вот. То есть ещё, ещё раз, пройдитесь по, эээ, своим потребностям. Вот. Чего вообще вы хотите, вот, собственно, своего, эээ, сына старшего. Вот. Вот. Что вы хотите. Зачем вы этого хотите. Вот. А, ну, и, соответственно, может ли он это вам дать, того, что вы этого хотите. Вот. Это, примерно, такая вот история, примерно, в такой момент первый. Второй. Момент. А, насколько ребёнок свободен? Что-то, у меня ощущение такое, что он, вот, вообще, привязан к вам, то есть, вы его, прям, вот, просто, вот, не оставляете одного. То есть, вы с ним занимаетесь, вы его заставляете, вот, вы от него чего-то ожидаете, и ребёнок, вообще, сам себе не предоставлен, ему уже восемь лет. А, я могу сказать, что, в общем-то, в общем и целом, понимаю, почему он не играет с детьми, а потому что он стесняется. Он стесняется, он не верит в себя, и он очень сильно зависим, ну, собственно говоря, от вас. Потому что он не играет с детьми. Как бы это ни звучало. И, в общем-то, это момент. Да, насколько ребёнок, эээ, свободен. В своём выборе, да, в своих решениях и так далее. То есть, вы ему, там, к примеру, там, даёте ли делать то, что он хочет, да, то есть, вот, он не хочет учиться, к примеру, ну, пусть не учится, там, и так далее. То есть, непонятно, в чём тут ребёнок твоя ответственность за то, что он что-то делает или не делает. Вот, такое ощущение, что вы его разрешаете вообще от всего, старшего ребёнка, губероприкаете его. Вот. Возможно, надо его оставлять бабочкой и детской, возможно, надо ему спокойно объяснять, что родители, там, хотят побыть, как бы, одни, и так далее. Вот. Но, только, другое дело, что, понимаете, объяснять это нужно не вам. Как это вот не, эээ, как это не парадоксально звучит, да, объяснять это нужно не вам. А, собственно, его, обшу, это нужно объяснять, объяснять. То есть, отец, как родитель, должен разговаривать со своим сыном. Вот. Как бы. Это именно такая история. Это никак не наоборот. То есть, понимаете, у меня такое ощущение возникло, да, прямо, ну так, постепенно, потихонечку, да, переходим к, скажем, к следующей теме. Что вы, эээ, участвуете, эээ, по моему мнению, да, вы, чересчур, участвуете в жизни детей, мальчиков. А отец, а те, кого-то, нет. То есть, я вот, эээ, вообще не чувствоваться, если честно. То есть, какого-то такого вот мужского начала, да, мужской такой, руки. Но, абсолютно не чувствуется. А жаль, потому что, она необходима. Очень критично, да. Что необходима. Поэтому здесь, я думаю, совершенно однозначно, что нужно привлекать, эээ, нужно привлекать отца, нужно привлекать, эээ, нужно привлекать, эээ, вашего мужа, собственно говоря, к тому, что происходит с эээ, с детьми, вот. Ибо, если вы не будете этого делать, если вы не будете привлекать, эээ, отца, то я боюсь, что будут, эээ, ну, в дальнейшем, в дальнейшем, будут, будут весьма серьезные проблемы. Вот. Что еще? Что еще? Вы, как будто бы, эээ, время ждете, что, ваш сын будет, эээ, ну, как бы, опекать, эээ, защищать своего брата. Это не его обязанность. Это его желание. Он не должен с ним играть. Понимаете? В чем дело? И, его ревность, она вполне обоснована. В данном случае. Ребенок боится, это нормально. Что-то боится. Поэтому. Эээ, дальше, дальше. Вот вы говорите, что, значит, когда он начинает учиться, да, он плачет, там, как бы, значит, у него идут, ну, слезы сперва, потом он, соответственно, там, начинает, эээ, учиться. Вот. Вот. То есть, сперва он, что, обоображает, да, вот, сперва он, попривлекает, эээ, внимание, к себе. Вот. Эээ, ну, ваше внимание, ваше внимание. А потом, соответственно, начинает делать то, что нужно. Я бы сказал, что ваш ребенок, он, ну, в общем и целом манипулирует. Вами. Таким образом. Это, вот, эээ, манипуляции. И вряд ли это, чем-то, кроме манипуляции можно назвать. Вот. Проблема сейчас заключается в том, на мой взгляд, что вы, как будто бы, позволяете ребенку, так поступать. То есть, он не хочет, не хочет он учиться, к примеру. Да. Пусть не учится. Не хочет учиться, пусть не учится, пусть приносит плохие оценки. Это называется принцип амортизации. Можете почитать об этом. Кстати, в интернете, информация там, в интернете есть. По этому, ну, по этой, по этой теме. Для вас. Эээ, правда, нужно быть, эээ, максимально, эээ, терпеливыми, терпеливыми. Здесь, потому что, если, ну, если сдадитесь, вот, то, ничего не получится. Если сдадитесь, именно. Вот. Это вот то, что касается его учебы. Ну, то, что касается компьютерных игр, здесь, я бы сказал, тоже, как-то вот, не совсем понятно, да, то, почему нет компьютерных игр. Вот. То есть, это реальность, эээ, в играх дети могли бы, собственно, это могло бы их объединить. Вот. Дальше я захотел бы научить младшего играть, там, и так далее. Вот. Это мне не понятно, причина за причиной запрета как-то игр полностью. Теперь понятно, что злоупотребляться не надо, но полный запрет как-то игр для меня не есть. Вот. Из-за этого я делаю вывод, что у вас слишком много-много правил. Из-за этого я делаю вывод, что много у вас подчинено, скажем так, какому-то регламенту. Вот. А это, как правило, на пользу не идёт. Ну, детям не идёт на пользу. Вот. Возможно, возможно, что маленькому, ну, именно младшему, вы даёте какой-то, какой-то, больше даёте спонтанности. Вот. Так как. Эээ... Старсиму вы вроде как... Эээ... Вроде как... Внимание. Внимание, это вроде как ему и много. Вот. Эээ... Как раз-таки в спонтанности и свободы, вероятно, совсем не так много. Как могло бы быть, к примеру. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому мне думается и кажется, что тут вот один из ключевых моментов в этом заключается. Что слишком много вас странно. Вот. Ну и чёткие границы, отсутствие точнее чётких границ между, между тем, что, к примеру, там, нужно вам, да, и тем, что нужно Ребёнку отсутствие личных границ тоже, на мой взгляд, на это серьёзная проблема. Потому что, если нет личных границ у вас, то вы не можете чётко личных границ, просто, уважительно относиться к личным границам. Вот. То, ну, как-то, на мой взгляд, наивно полагать, что ребёнок будет следовать тому. Вот. Так что, такая вот история. На самом деле, как бы это ни парадоксально звучит, но, ребёнок в 8 лет уже, в принципе, вполне может быть один, да, то есть он вполне может быть, вполне может оставаться один и на него, на ребёнка, ребёнка. А, в принципе, вполне может быть, наверное, шарят младшим. Поэтому, я думаю, что вместо того, чтобы заниматься и учиться с ним, я бы вам рекомендовал оставить его с, эээ, и сказать, типа, вот, мы с папой поезжаем, атаковать с нас. И он поймёт, как это вообще, и, ну, как это вообще. За младшим ухаживать. И за младшим что-то делать. Пока он думает, что это просто, что это всё очень легко, вы-то всё это легко делать. Вот. А он-то это, он и знает. А вы ему ответственности никакой не даёте. Ребёнок вообще ответственности никакой не чувствует. Папы там, как бы, папы там не чувствуют, вот в отношениях, вот в отношениях, как бы, отцовского там, отцовского там ничего нет. Вот именно того, что, ну, что можно, можно было бы вот назвать прям, прям вот, отцовского. Нет, я там ничего такого не вижу. Вот это вы делаете, ну, вы развиваете у ребёнка духовность, развиваете у ребёнка чувственность. Ну, это хорошо, это правильно. Но, этого мало. Понимаете? Ребёнку нужно всё-таки ещё и силу чувствовать свою. Отец для него, видимо, не пример. Я не знаю, как ведёт себя ваш, ваш муж. Как он ведёт себя с вами. Да. То есть, почему, к примеру, ребёнок не берёт пример с него. Вот. Может быть, имеет смысл отцу взять обоих детей и побыть с ними без вас. С просто тем, насколько упали. Вот. Я уверен, что, если отец, он будет вести себя естественно, вот, что не всегда, кстати, одобряем женщины, то это будет гораздо полезнее, чем вот то, что вы с ним занимаетесь. У вас уже ребёнок, по сути, поставлен в исключительное условие. У вас ребёнок уже, по сути, поставлен в такую ситуацию, вас поставлен в ребёнок. Что он считает себя, там, чуть ли не самым главным. Вот. В мире. Это очень плохо. Ему, ему в жизни такая позиция. Сосудит очень плохую службу. Если вы сейчас ничего не сделаете. Ему это. Сосудит очень плохую службу. Вот. Можете, как бы... Ну, можете не поминать моё, моё слово, но... Присучится, присучится к нему, я думаю, что... Вот. Каково это? Каково это? Жить человеком? Быть человеком? И считать? И считать? Что вот ты имеешь право на исключительное... Ну, на исключительное отношение к себе там и так далее. Вот. Каково так жить? Ап. Это... Фамины, твойный апп. Поверьте мне. И... Как бы уравнять... Детей. Сейчас. По факту... По факту... Может только... Ваш... Муж... Отец... Мужчина. Вот. Своим примером может это сделать. Если он этого не сделает, ну... Значит... Тогда ребёнку придётся обращаться к психологу. Вот. Либо... С вашей подачей... Подачей... Либо... Самому. Вот. Но... Придётся. Иначе... Никак. Иначе... Ничего не получится. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Такой вот... Такой вот вышел ответ... У меня... Вот. Эм... Давайте ещё раз прочитаю сейчас... Ваш ответ. Вот. Вы пишите, что... По факту... С хорошему материалу плану... Это больше достается. Она... Так же обнимает слуху. Любовь проявляется не так... Не в... Не в объятии... Это слуху. Любовь... Любовь... Она проявляется в том... Что... Насколько ребёнку дают возможность... Себя проявить... Ну... Ну... Нет ощущения, что... Вы даёте... Вы даёте ему... Себя проявить. И... Именно. Нет. Если, конечно, вы понимаете, о чём я говорю. Что всё... Старчику потерял на плане больше рецептов. Мне кажется, что вы и делаете это из чувства вины. Старчику перед... Старчику, кстати. И он это чувствует. Много становится. Это значит, что... Ребёнок... Себя стыдит. Что он стыдит с чего-то вот... Именно... Себе... Сам... Ну... Себе... Себе саму... Стыдит. Но... Почему стыдит? Правда, вы стыдитесь. А вы чего стыдитесь? Сам... Младшего ребёнка? Стыдитесь. Вот. Вот. Понимаете? Так что... Здесь... Неумеренно. На самом деле... Остаётся... Только вот указывать вам на ошибки. Так... Ну, значит... Нет. Батайна Штан... Это... Это плохо, что Батайна Штан с вами не должен. А... Понимаете? Всё получается. Понимаете, что при нашем разгаре всегда присутствует. Ну, может присутствовать. Можно давать ему... Давать ему слово. Вот. Понимаете? А... И... И... Есть... Хорошее упражнение... Семейное. Оно... Лучше так. Пусть каждый... Каждый... Напишет... О том, что чувствует другой. Что значит нет. Пусть каждый напишет о том, что думает о другой. Как правило. Другой женский не прокат. И пусть каждый напишет то, чего он ожидает от другой. Обменяйтесь. А потом пусть... 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 А потом сядьте все. И... Все вместе... Отыграйте чувство поведения... Желаемо каждым из вас. Каждым по очереди. Увлекательная игра получается. А... Так. Спортный ученый нам... Пусть количество восемь лет. Объясняем спокойно? Ни... 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 Нет. Нет. С ребятами не играют на улице Фраграта. Ну... Это... Не увижусь. Вот. Вот здесь... Уроки... Ну, уроки тоже не очень хорошая история. то, что он закончил хорошо радовать этому, это говорит о том, что ему важна именно похвала Корея. Это тревожный один знак, очень тревожный знак, на мой взгляд, конечно. Дальше. Мне хочется, чтобы он как старший брат опекал на все. Зачем? Зачем вам это? Почему вам этого хочется? Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.